Второй доклад, вернее Lightning Talk, это не Lightning Talk. Меня просто немножечко триггернуло перед этим доклад Дмитрия по поводу вообще безопасности. Я хотел бы немножечко об этом поговорить, потому что с одной стороны у нас есть вообще такая длинная, некрасивая аббревиатура. В информационной безопасности я ее сейчас не произнесу, но она вообще звучит как комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению информационной безопасности. С одной стороны есть вот такая штука, такие комплексы описываются длинными документами и описываются они на самом деле не зря, потому что действительно настоящая информационная безопасность, а не вот эта херня, которой мы страдаем, она действительно организовывается только комплексом. Потому что кроме того, что к вам могут залезть хакеры и похачить вам какие-то данные, к вам может просто зайти человек, как бы испереть компьютер, либо там опять-таки паяльник в жопе никто не отменял. Но почему-то у нас очень часто я вижу такое, что если мы не можем, или мы слишком мелкие, либо там просто у нас нет времени, денег и так далее, на вот эту длинную аббревиатуру, как бы ее внедрение, мы вообще хер забьем на это все. И вот тут интересно получается. То есть с одной стороны организовывать безопасность надо и надо правильно, с другой стороны почему-то мы впадаем в крайность, когда мы ограничиваемся максимум, там вставкой как бы хеширующей функции. И хорошо, если это будет бэкрипт, а не с ха-1 или с ха-256. Кстати, вот проблема с ха-256 и вообще с ха-мд5 всяких хеш-функций в том, что это вообще хеш-функции, которые предназначены, чтобы их быстро перебирали. То есть они к паролям вообще никакого отношения не имеют. Это вообще базовый криптопримитив, на котором потом строятся все остальные, протоколы и крипто-алгоритмы. И вот тут появляется такая штука. Иногда на старте проекта, а иногда даже и не на старте, в принципе, вы можете практически от no cost запилить хоть какую-то безопасность, при этом потратив на это на самом деле пару дней. Например, сегодня было одно комплексное решение, которое может вам помочь быстренько от no cost покриптовать данные. То есть пара строчек в коде, поднятый сервер, который мимикрирует под подгресс. И все, вы забыли об этом на года три. То есть вам его не надо поддерживать, вам его не надо и так далее. Просто убедиться, что сервер запускается и работает. Ну, вы, в принципе, заметите, когда он не работает. Так же самое. Есть такие штуки, например, как частично это тоже WAV. Есть полноценные WAV, есть набор целых правил, которые подпадают под подозрительные действия, когда вас хотят похачить. И веб-аппликейшн-файерволы, они тоже по большому счету настраиваются один раз, как прокси. Вы можете еще кран-джоп повесить, чтобы он обновлял базы сигнатур и все. Есть целые комплексные решения, допустим, уже более серверной части. Это, допустим, Snort, Suricata и так далее. Они от вас тоже требуют приблизительно ничего. То есть вы один раз спнули своего админа, либо сами разобрались, если у вас руки хоть как-то к консоли лежат. Запустить его на сервере вообще абсолютно ничего не стоит. И вы его опять-таки ставите и забываете. Но при этом, при всем, оно работает. Оно работает, и вы просто можете в этом убедиться, когда вы, допустим, поставите себе какую-нибудь сурикату и запустите какую-нибудь тулзу из серии автоматических поисков из уязвимости. И у вас сразу в ящике 10 писем с алертами. А если вы еще чуть-чуть покопаетесь, то вы можете еще даже какие-то посоздавать правила, которые просто будут банить такую слишком подозрительную активность. Кроме того, настройка, то есть это то, что делается на старте проекта. Вы делаете Rails, Hanami, New и так далее. Буквально один документик, я его попробую найти как-нибудь и скину, наверное, в Telegram чат или так далее. О том, как вообще вот просто взять на старте, это на гитхабе вот какой-то, то ли гист есть, то ли еще что-то. Как взять один раз настроить какие-то политики безопасности и, в принципе, об этом тоже забыть. То есть вы об этом вспомните только один раз, когда там за три или четыре года существования проекта и разработки, как бы на втором-третьем году вы подумаете, а я сделаю вот такую вот афичу, которая требует там кросс-доменного запроса. И тут вы такие, а, ну у меня же политики безопасности, пойду я вот тут вот конкретно отключу. Я к чему это все? Покопайтесь вообще в принципе о том, как я могу накидать тоже ссылочек, как вы можете вообще в принципе очень-очень малой кровью добиться какой-то уровня безопасности. И поверьте, это вам окупится просто потому, что, ну как бы, потому что всех ломают, все утекают данные, всех как бы в это все происходит. И то, что вы не можете себе обеспечить полноценный комплекс, это еще не значит, что этим не надо заниматься. Все, спасибо. Спасибо.